СВЯТОЧНЫЙ МАРАФОН 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 А УДОПОМОГУ ВЫХОВАЛЬНИКАМ НАБЫЛИ МУЛЬТИВАРКУ КАБЫМ БЫЛО ЗРУЧНО ГОТОВАТЬ ЕЖУ ДЛЯ ВЕЛИКОЙ СЯМЬИ И ПОДАРЫЛИ ГРОШОВЫЙ СЕРТИФИКАТ Сегодня государственная политика переплетается с теми традициями и обычаями, которые были у нас, у белорусов. Поэтому сегодня хотелось бы сказать, что весь праздник добра, я думаю, что на территории Гомельской области, Гомельщины, в целом растянется на весь год и не закончится только Рождеством Христовым. Поэтому, может быть, нам удастся объявить наш город, и у каждого гомельчанина в сердце будет своя маленькая территория добра. Спасибо, с праздником всех поздравляю, Рождеством Христовым. Дети тут выховываются в христианских традициях и наведывают не отдельную школу. Упадяку за подарунки, они зладили для гостей невеликий калядный концерт и продемонстровали свои творчие сдольности. Святочных учали песни про першую зорку и нарожение Христа, сбавителя человечества. Зимний вечер, на дворе мороз, праздник, праздник Рождество, бим-бом. Праздник у нас всегда проходит празднично, за столом. Что желали детки, то они получили и очень довольны, и администрация Железнодорожного района, и депутаты. И вот приезжал к нам вот батюшка, вы видите, да, очень все хорошо. То, что дети желали, дети получили, дети очень довольны. Ну, живем мы дружной семьей, стараемся как бы соблюдать все правила. Дети учатся неплохо. Спасибо государству, что о нас заботится. Ну, всем большое спасибо. Доброчинная акция «Наши дети» протягнется во всех регионах краины до 10-го студеня. Ганна Коральчук, Валерия Гапанько, телерадо «Кампания Гомель». Сегодня у православных верников колядный сочельник. Это час, чтобы подрихтоваться до одного сголовных христианских святов. Завтра у храма Гомельщины пройдут службы. Так само не обойдется без святочных мероприемствов. Гомельчаны гостей города запрашают на концерт, який пройдет на площади Мя Ленина, побач с головной елкой. Свята будет складаться с некоторых блоков, различных на гостей у всех взрослых. Первая частка пройдет с 11 до 13 годин, другая – с 18 до 21. Еще одна святочная пляцовка в приходе храма Преображения Господнего. Початок у 12 годин. Сустракают детей Дед Мороз и Снегурка. Кульминация свята – театрализованная программа по щупаковым загаде, которую подрихтовала молодежная группа храма Фаворовцы. Початок у 16.30. Гостей так само чекает доброчинный кермаш с вырабами ручной работы. Масочный режим – обовязковый. Гомельская епархия сподяется, что день каляда упадурить усим самое теплое уражение. Позвольте мне поздравить вас с Рождеством Христовым, пожелать вам крепости, сил, духовных, телесных, и чтобы Господь был рядом всегда с вами, чтобы Он, Вседержитель, пришедший спасти нас, дал нам возможность и достичь небесного Его Царствия. Ныне Вифлеемская звезда пусть каждому из нас указывает путь к спасению, путь мира, путь дружбы, путь любви и взаимопонимания. С Рождеством Христовым и Новолетиями! До всей Беларусского народного схода укрыху больше, как месяц. Агульно-национальный форум запланован на 11-12 лютого. Зараз во всех регионах республики идет подрыхтовка до схода. Обмеркованию этой темы была присвечена сегодняшняя программа «Открытая студия» на радио Гомель+. Чекается, что от Гомельщины на сход отправится 310 удельников. З выше 65% – депутаты. Их кандидатуры разглядались на сессиях Мясовых Советов депутатов, которые прошли в Апошне и Дни Снежне. Остатных делегатов пропоновали Галиновые профсоюзы, Белая Русь, Белорусский союз Жанчин, БРСМ. Большость делегатов – первоважность среднего взрослого, около 20 человек – представники молодые. Всебелорусское народное собрание, наверное, это все-таки свой, отличительный и очень главный компонент нашей страны. Это именно то, что проходит не просто один раз в пять лет, а тогда, когда собираются делегаты. Вы только вдумайтесь, делегаты – это значит, человек, который участвует, ему делегировали право из трудового коллектива, из общественного объединения, из политической партии или просто от населения по месту жительства, там, где живет человек. Ему делегировали право представлять интересы, интересы людей, трудовых коллективов. Это значит, что на Всебелорусском собрании будут обсуждаться вопросы, которые важны абсолютно всем. Нет важных или неважных вопросов. Важно все. Потому что из мелочей складывается наша жизнь. И вот эти пять лет, на мой взгляд, наверное, будут эпохальными, потому что вот это собрание, которое сейчас готовится, это действительно будет иметь важную историческую составляющую в жизни нашей страны. И это очень важно. Поэтому сегодня подготовка должна быть, наверное, в голове и в действии у каждого человека. Будовничая Галина выканала усе запланованное на 2020 год и навод больше. По некоторых на керунках доведенные показчики отрымалася перевыканать. Серьезные задачи, поставленные и на этот год. Это тычется узведение коммерцина, арендного и жилья с держпотрымкой. Об задачах и шляхах их вырошения Марина Северьянова погутарила со старшинью и комитета по архитектуре и будовництве Гомельского облаканкама Дмитрием Гайкевичем. Строительная отрасль региона справилась с выполненными задачами на минувший год. Впереди всех буквально отраслей оказалось. Я думаю, что вам есть чем поделиться и рассказать, как удалось справиться в этот непростой год. Гомельская область в прошлом году, уже можно сейчас назвать это прошлый год, при поставленной задачей общего ввода 485 тысяч квадратных метров, мы пришли к показателю 493 тысячи квадратных метров общего жилья, введенных в эксплуатацию по Гомельской области. Из них с господдержкой 196 тысяч квадратных метров было введено. Это поддержка кредитных ресурсов, льготных, которые были выданы нашим гражданам, и они построили жилье. Также один из показателей, который у нас ежегодно доводится, это обеспечение многодетных семей жильем. При задании 1747 семей мы в 2020 году обеспечили 2100 семей таким жильем. Яши – один на керонах будовництва жилья для шмодетных семьев, узведение для их однокватерных домов. Этым занимаются не только приватные забудовщики, а и дяж организации. Объем индивидуальной забудовы селета будет повеличиваться. Это у тем лику робится и для того, как люди могли заставаться жить у своих родных местах. У нас сегодня есть уникальная возможность с нашим строекомплексом построить такое жилье. И мы его строим и будем продолжать строить. Это интересные проекты, которые мы разработаем под людей. Под каждого можем даже подготовить индивидуально. Под ту кредитную линию, которая имеется, мы строим это жилье. Оно очень интересное и привлекательное. Побудовали летость и 650 арендных квартир. Это свыше 200% от годового задания. Отрималось у Звести больше 90 квартир социального использования. Так само амаль вдвоя больше, чем плановали. У першиню в регионе лето появились и электродомы. Все лето побудуют еще несколько. В Петрикове, в Турове, Житковицкий район, Сосново-Бор, Светлогорский район, Брагин, Гомельский район. То есть мы разработали такой проект. В прошлом году два варианта было реализовано. С котельной, которая имеется в подвальном помещении дома. Это в Гомельском районе был сдан дом. Ну и вот сейчас, накануне Нового года, был сдан дом в городе Гомеле. Там уже в каждой квартире свой источник. Поэтому такое развитие, такое направление будет приветствоваться. Ну, скажем так, город Гомель, он имеет ТЭЦ, тут имеют ТЭЦ источники. Но это только в исключительных местах. Поэтому мы больше направлены на территорию, где нет источника. Потому что уже деньги вложены, и там должны быть дома. Середний кошт квадратного метра жилья лето складал 1082 рублей. Это был один из самых низких показчиков в республице. Подавнейшая Галина и на этот год мае вельми серьезные задачи. Треба побудовать полмиллиона тысяч квадратных метров жилья. Амаль третья частка для тех, кто мае потребу у поляпшенни жильевых умов. Город Гомель и уплотняется, мы это видим. Где-то сначала кому-то не нравится, что мы уплотняем. Потом красивый получается объект, заселяются наши граждане. И пользуются этим жильем. Значит, мы завершаем 104 микрорайон. Также 18 микрорайон. Осталось там буквально несколько площадок. В принципе, тоже уже идет под завершение. Конечно же, наша перспектива по городу Гомель – это микрорайон Бироски, который мы уже занимаемся разработкой генплана, потому что там земли нужно включать в черту города. Ну, в принципе, этот новый микрорайон, он увязывается, конечно, и с восточным обходом, который мы отрабатываем вопрос. Потому что связь с городом должна быть именно через восточный обход. Значит, этот микрорайон, в принципе, будет именно электромикрорайон полностью, то есть изначально. Потому что туда не будем предусматривать инженерные коммуникации, которые нужно тащить из города. Так само сегодня начнется реализация третьего этапа проекта «Будовничество социального жилья» за кошт техника экономичной допомоги Китайской Народной Республики. Сродки будут накированы на заведение пяти домов для детей-сирот и детей, которые застались без опеки батьков. Марина Северьянова, Сергей Комко, телерадиокомпания Гомель. ГТА, так сама иншая новина, информацию об проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Николай Скентеян. Здравствуйте. В Ельске на пожаре погибла пожилая сельчанка. Тело хозяйки дома, 1941 года рождения, было обнаружено на полу в негорящей комнате. Огонь повредил в деревянном доме пол и имущество. Причина пожара устанавливается. У спасателей две версии – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 4 пожара в жилом секторе. В деревне Сотничьи Петриковского района в результате возгорания повреждены стены и имущество внутри деревянного дома. Пострадавших нет, рассматривается версия поджога. В поселке Чирковичи Светлогорского района из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования уничтожена хозяйственная постройка. Также обошлось без пострадавших. В грабовке Гомельского района горел сарай. Огонь уничтожил кровлю и имущество, повредил стены. Основная версия – неосторожное обращение с огнем. В Чичерске мужчина не смог снять кольцо. Потребовалась помощь спасателей. Житель райцентра из-за отека не смог самостоятельно снять украшения с безымянного пальца правой руки. Работники МЧС справились при помощи бокореза. Состояние пострадавшего удовлетворительное. Госпитализация не потребовалась. Центральный РУВД Гомеля устанавливает личность женщины, которая может быть причастна к пропаже денег. Известно, что женщина на фото была 25 декабря в магазине по улице Сверидова, 50. Правоохранители предполагают, что она причастна к пропаже денежной суммы в 100 белорусских рублей. Если вы обладаете какой-либо информацией, сотрудники милиции просят позвонить по телефонам, указанным на экранах. Это все новости на сегодня. Я, Николай Скинтиян, благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Беларуси обыграла команду Норвегии в стартовом поединке квалификации гонбольного чемпионата Европы 2022 года. Белорусы были сильнее 33-25. Лучший бомбардир в составе нашей сборной Владислав Кулеш. Шесть точных бросков. Одним голым отметился угловой гонбольного клуба «Гомель» Эдуард Ярош. Стоит отметить, что норвежцы прилетели в Минск не в оптимальном составе. Они сейчас, как и белорусы, готовятся к стартующему через неделю в Египте чемпионату мира. 8 января соперники вновь сыграют между собой, но уже в Норвегии. На скандинавский полуостров отправился Эдуард Ярош. Обладатель Кубка Беларуси по мини-футболу определится в Могилеве. 8 и 9 января в спортивном комплексе «Олимпийц» пройдет финал четырех розыгрыша трофея. В каждом из полуфиналов сыграют гомельские команды. 8 января в 14.15 БЧФ встретится со столицей. Вторую путевку в финал ВРЗ и охрана «Динамо» начнут оспаривать в 17.15. Финал состоится 9 января. Начало в 19.30. Все матчи покажет «Беларусь-5». Полесское дерби в начале года. Гомель и Жлобинский металлург начинают 2021-й очным поединком. Матч пройдет на арене Ледового дворца в нашем областном центре 9 января. Начало в 17.00. В волейбольном чемпионате Беларуси первыми в наступившем году в борьбу вступают команды вторых по силе дивизионов. 9 января «Гомельская надежда» на выезде играет с брестским цором «Прибужья». А дубль Мозырской жемчужины по лесу ждет в гости «Оршанскую Катюшу». В высшей лиге мужского чемпионата в этот же день на площадку выйдут две гомельские команды. «Бумпром» в Могилеве сыграет с местным коллективом «Цоркоммунальник». «Газовик» принимает на домашнем паркете «Оршанский взлет». Матч пройдет на арене спорткомплекса «Локомотив». Начало в 17.00. В предстоящие выходные пройдут поединки в баскетбольном чемпионате Беларуси. Женская команда баскетбольного клуба «Гомельский рысь» 10 января на паркете Дворца игровых видов спорта встречается с дублем «Столичного горизонта». Начало в 15.00. Мужская команда «Рысей» включится в борьбу днем ранее. Матч также состоится на арене Дворца игровых видов спорта 9 января. В гости к подопичным Андрея Чванькова приедет команда Брестской области. Стартовый свисток прозвучит в 15.00. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok